Политическое землетрясение. Переломный момент, тревожный сигнал. Заголовки немецких газет сегодня утром не оставляют сомнений. Выборы в двух небольших восточно-германских землях потрясли всю страну. «Подавленное или похмельное настроение» – так описывает утро после выборов немецкий таблоид Bild. «Германия просыпается голубой», – пишет газета, намекая на цвет праворадикальной альтернативы для Германии, которая одержала победу в Тюрингии и оказалась на втором месте в Саксонии. В обеих землях АДГ набрала больше 30% голосов. В похмельном настроении, пишет Bild, и правящая коалиция во главе с канцлером Шольцем. Партии, входящие в нее, не набрали и половины тех голосов, которые достались АДГ. «Выборы в Саксонии и Тюрингии – это не просто кризис правящих партий, это кризис всей либеральной демократии», – пишет Шпигель. И АДГ, и новому союзу Саары-Вагенкнехт, который в обеих землях получил больше 10%, чужд любой либерализм. А именно он был связывающим звеном для правящей коалиции, подчеркивает Шпигель. «Популисты победили», – подводят итоги выборов, комментатор общественно-правового телеканала АРД. «Это не сдвиг вправо», считает он. «Это результат процесса, начавшегося еще в 90-е. Сегодня правый экстремизм – это больше не знак стоп или предупреждающий сигнал. Он стал нормой, вызывающей даже одобрение участия населения на Востоке». В чем причина такого успеха АДГ и Вагенкнехт на Востоке? Комментатор телеканала НТФАУ винит правящую коалицию. Все это из-за бесконечной канители федерального правительства. Во впечатляющей своей неудачливостью смеси некомпетентности и заблуждений, оно умудряется не гордиться своими успехами и выпячивает свои провалы. Один из таких провалов, по крайней мере для жителей Востока страны – политика федерального правительства по отношению к Украине. «Язык отнимается», – пишет автор НТФАУ, при взгляде на то, что почти половина избирателей проголосовали в лице АДГ и ССВ за партии, которые хотели бы отдать Украину российскому правителю Путину лучше всего сегодня, если не завтра, и которые обещают дешевый газ, внушив избирателям, что шеф в Кремле – хороший и надежный поставщик, а не палач. Но насколько эти выборы показательны для всей Германии? Берлинская газета Tagesspiegel пишет, что было бы ошибкой считать эти результаты чисто восточно-германским феноменом. И в общенациональных опросах АДГ находится на втором месте, да и союз Сары Вагенкнехт на пути к двузначным рейтингам, пишет издание.